И меня поразило не то, что они из этого маленького городка, а то, что они жили, трое из трех, жили практически вот на соседних улицах. То есть луч света божьего упал так узко, что небольшое пространство очень захватило. Очень много необъясненного, я к этому спокойно отношусь. Вашу первую группу вы создали еще когда учились в школе, правильно, The Kids? Вы помните себя в эти дни? Конечно. Можете рассказать, как все начиналось? Абсолютно как у всех. У нас у всех нет гнига. Абсолютно как у всех. Кейт Ричард написал замечательную книжку, которая называется Life. Она такая книжка без купил. Но когда я прочитал, как они начинали, это проводит сто раз за секунду. Я просто ахнул. Потому что это все было точно, так же, как у нас, столько лет на 7 ранее. Те же проблемы были со струнами, с динамиками, с усилителями. Белого Аймана взяли в группу только за то, что у него был 50-ваттный усилитель. У нас был 20-ваттный японский усилитель, который на нем играла вся Москва. То есть каждый день у нас группы его просили на концерт, кащи добавили. Но струны варили в кипятке с добавлением соды, потому что новый комплект был купит не. Если что нарвалась, ее надвязывали, все то же самое. Нам-то казалось, что у них там в Англии маслом было, а маслом, ничем подобного. И гоняли их точно так, что только нас гоняли как представители буржуазного искусства и как коммунисты. Это потрясающе структура. А почему первое время мы играем песни на английском? Правильно? Потому что нам совершенно не приходило в голову, что Роман Роу можно петь по-русски. На русском звучала отечественная эстрады в массе своей. Продолжение следует... Продолжение следует...